Здравствуйте, Хаджи Мурат. Как оцениваете организацию турнира? Вы знаете, не первый год проводят этот турнир. И с каждым годом все лучше и лучше. И организационные моменты, и сам турнир. Он набирает все больше и больше оборотов. Все больше спортсменов приезжает. Именно не количество, а качество. Это чемпионы мира, олимпийские чемпионы. На этом турнире борются несколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Это уже подчеркивает уровень турнира. Не на каждом чемпионате мира бывают ребята с титулами, регалиями. Поэтому очень хорошие схватки были, интересные, захватывающие. Вы сами видите, сколько людей пришло. Еще бы больше пришло, если бы позволяли возможности, сидячие места. Поэтому, кто не смог попасть, конечно, тоже смотрят, болеют через телевизоры. Поэтому хочется, чтобы больше и больше людей приходило. Потому что в Осетии это традиционный вид спорта. И люди с большим удовольствием приходят и болеют за своих. Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть и организацию турниров, и самих организаторов. И, естественно, поблагодарить главу республики, так как без его участия этого турнира бы не было практически. Вячеслава Зелимхановича Бетарова. И сказать большое спасибо всем тем, кто принимал участие. Это, на самом деле, огромный праздник для болельщиков вольной борьбы, для спортсменов. Очень хорошая возможность проявить себя. И, тем более, этот турнир сейчас сделали как один из отборов на чемпионат Европы. Поэтому это уже турнир, можно сказать, со статусом. Вы эмоциональный болельщик? Да, я очень эмоциональный. Где бы я ни сидел, хоть на вип-ложи я не могу, я кричу, на меня все оборачиваются. Но я не могу свои эмоции сдержать, я знаю, что это такое. И сам тоже выступал. И когда я слышал людей, кто за меня болеет, там, давай, не подведи вперед. Меня это как-то мотивировало, придавало мне силы. Поэтому, конечно, я так же не равнодушен к этому и поддерживаю своих. Самому не хочется выйти на ковер? Хочется. Наверное, я такой предан борьбе большой фанат. И несмотря на то, что я уже больше 20 лет в сборной, в спорте, мне еще хочется бороться. Вот я смотрю на молодых и тем более все это пропускаю через себя. И у меня прямо большое желание появляется. Перед финалами какая схватка вам больше всего запомнилась? Очень много схваток. Может, я сейчас какую-то не выделю, чтобы других ребят не обижать. Но очень хорошо на самом деле ребята боролись. И прямо равные схватки, балл в балл, прямо вот ребята показывали свой максимум. Это уже говорит о том, что ребята очень хотят выиграть и стремятся. И это чувствуется, как болельщикам чувствуется, вот видят они. Они разбираются. Здесь только специалистов и экспертов в этом зале, поверьте. Поэтому, естественно, вот каждая схватка, она очень так на пределе. Поэтому очень много схваток я бы отметил. Ну, конечно, хочется сейчас финальный, так, с нетерпением ждем. И 97 это мой вес. Там Кайл Снайдер, американец, действующий, уже не действующий, но олимпийский чемпион, действующий олимпийский чемпион. На последнем чемпионате он проиграл нашему российскому спортсмену Абдуллашиду Садулаеву. Поэтому очень много схваток, которые бы хотелось посмотреть. За кого болеете в финалах? За Россию. А конкретно какой-нибудь спортсмен, можете выделить спортсмену перспективным? 86 килограмм Сосланг Цоев. Почему? Ну, мы с ними дружим. Но он также со своим, с нашим же спортсменом за обоих. Но так как он возрастной, и вот прямо это для него хороший результат. Болею за него. И 79 килограмм Кахабер Хубеште тоже за 30 ему, 33 года. И он в хорошей форме. Естественно, я так более, так, за них болею. Мы с вами начали разговор с того, что в зале в дворце спорта Манеж не каждый болельщик может посетить из-за того, что не хватает мест. Возможно ли это как-то решить эту проблему на будущее, на, например, пятый международный турнир Аланы? Я очень сильно надеюсь. И были разговоры. И сенатор наш, олимпийский чемпион двукратный Арсен Сулейман Швадзаев, как бы говорил об этом и Вячеслав Бетаров, президент республики. Как бы этот вопрос поднимался. И он в процессе. Не знаю, насколько это все быстро произойдет и будет идти. Но очень сильно надеемся. Не только я жду, вся республика ждет. Потому что, я думаю, мы заслужили этот дворец спорта, чтобы там проводились мероприятия, турниры. Не только международного класса, а могли проводить чемпионаты мира и Европы. Потому что, имея столько чемпионов, столько олимпийских чемпионов, это Осетия, Северная Осетия, она одна из лучших школ в мире. И мы показали это как бы результатом. Поэтому хочется, чтобы у нас тоже в республике, в городе Владикавказе был такой центр. И надеемся, что в ближайшее время мы увидим своими глазами все это. На ваш взгляд, судейская коллегия справедлива? Да, вполне. Я вот смотрел абсолютно объективно ко всем, несмотря свой, не свой. Потому что Северная Осетия, честно говоря, всегда этим славилась, что мы, наоборот, пытаемся как-то даже предпочтение дать гостю, чтобы он не уехал обиженным. Да, если равная ситуация, даже мы можем уступить. Поэтому насчет судейства здесь все вот прямо без вопросов. В дальнейшем мы увидим вас на ковре еще? Я думаю, да. Я очень надеюсь, я готовлюсь. И думаю, в следующем году я уже планирую выступить, возможно, чемпионат Европы, но обязательно на лицензионном турнире, так как на Олимпиаду надо взять лицензию. В нашем училище есть вольная борьба, отделение, и все, конечно, они за вас болеют. Спасибо вам большое за интервью. Мы были рады вас видеть. Всего вам доброго и ждем вас на ковре. Спасибо. До свидания. До свидания.